Добро пожаловать на пересадочную станцию. Перед тем, как мы отправимся, не забудьте подписаться, нажать на колокольчик и поставить лайк. И приготовьтесь, мы отправляемся. Люба, иди сюда, смотри, как необычно. Борис Сергеевич, высокий мужчина с небольшим брюшком и сединой в волосах. Отодвинув штору, смотрел куда-то вдаль. Его супруга, выглянув из кухни, спросила. «Ну что там у тебя, Боря? Мне некогда, пирожки подгорают». «Иди, иди, не пожалеешь!» Призывно замахал рукой тот. Жена, вытирая руки о фартук, подошла к мужу и сдвинула шторку к краю гордины. «Ну?» «Вон, видишь?» Борис показывал рукой куда-то на небо. «Какое странное облако над лесом!» «И что?» Не поняла Люба интереса своего мужа. «Оно двигается не так, как остальные облака», пояснил Борис. «Еще время от времени от него что-то отделяется и уходит куда-то вниз». Люба присмотрелась, с трудом выискивая в вечеряющем небе заинтересовавшее мужа облако. Это оказалось трудно сделать, поскольку к 50 годам Любовь Алексеевна стала плохо видеть. У нее развелась близорукость, и теперь для Дали приходилось одевать очки. Сейчас их под рукой не оказалось, поэтому Люба поверила мужу, у которого наоборот была дальнозоркость. «Может, самолеты?» – предположила она. «Учение там или шишка какая-нибудь летит?» «Ну какие у нас учения?» – горячо ответил супруг. «У нас даже военных поблизости нету, кругом лес. Да и не похоже на самолеты, если честно. А важные шишки в нашу глухомань не летают». Тут Борис был прав. В небольшом поселке, расположенном далеко в Сибири, не было ни гарнизона, ни воинской части. На пять тысяч жителей здесь находились только пожарный пост, небольшая больница и отделение милиции. «О! Смотри, опять что-то от облака отделилось!» Люба присмотрелась к небу. Сощурившись и указателем пальцем сузив правый глаз, она все же рассмотрела то, что заинтересовало мужа. «Вон, вон, видишь? Опять что-то вниз ушло!» – вновь радостно заголосил супруг. «Вроде как на Первомайский. Этак они и до нас скоро дойдут». «Так кто они-то?» – непонимающе спросила Люба. «Как это кто?» – переспросил Борис. «Инопланетяне, конечно». Люба странно уставилась на мужа. Затем, всплеснув руками, побежала на кухню, откуда наносился запах подгорающих пирожков с картошкой. «Меньше смотри РЕН-ТВ!» – донесся из комнаты раздраженный голос жены. Пирожки безнадежно сгорели. И Люба в сердцах выкинула их в мусорное ведро. Борис пожал плечами. За годы совместной жизни он привык к тому, что жена скептически относится ко всяким необъяснимым явлениям. А вот он, наоборот, верил во все эти НЛО, паранормальные явления и прочую мистику. Поэтому Борис не стал задергивать штору и возвращаться к просмотру футбольного матча, а продолжил наблюдать за непонятным явлением. Странное облако продолжало медленно плыть по небу. Время от времени от него отделялось облако поменьше и уходило вниз. А на его место возвращалось другое, улетевшее ранее. Борис на глаз прикинул расстояние. Получалось, что облако находилось примерно в 15 километрах от их дома. Супруги жили на пятом этаже пятиэтажного дома, одного из трех в их поселке. Все дома располагались рядом и стояли в форме буквы «П». Других таких высоких строений в их поселке не было. Можно сказать, что эти три высотки были единственными достопримечательностями в окруженном лесами да полями поселки. В пятиэтажках жили в основном работнике ближайшего свиноводческого комплекса, где и работал последние годы Борис. Квартиру супругам дали после того, как Бориса повысили в должности. Предприятие предоставляло специалистам жилье, которое впоследствии можно было выкупить. Собственно, так и собирался поступить Борис, откладывая на книжку часть зарплаты. Вспомнив про видеокамеру, подаренную детьми на какой-то день рождения, Борис бегал за ней в комнату. Включил, откинул небольшой экранчик, удостоверился, что заряда батареи хватает и направил объектив на непонятное облако. Приблизил изображение, насколько хватало разрешения и охнул. Весь экран небольшой камеры заполняли круглые, словно с картинки про НЛО дискообразные объекты. Тарелки. Как тут же окрестил их Борис, окутывал легкий туман, и они так плотно прилегали друг к другу, что издалека действительно походили на небольшое облако или туман. Вдруг от плотной группы неизвестных объектов отделились три диска и устремились к их поселку. В горле у Бориса мгновенно пересохло. Но он все же сфокусировал камеру на объектах и продолжил запись. Три диска с невероятной скоростью приближались к поселку. Через пару секунд они уже зависли на границе леса и первых домов. «Люба, ты должна это видеть!» – вновь заорал во все горло Борис. «Бросай свои пирожки, тут такое творится!» Супруга подошла к мужу, держа в руках дымящийся надкусанный пирог с картофельной начинкой. Но увидев, что на краю поселка зависли три дискообразных объекта, застыло в изумлении, выронив при этом из рук пирожок. «Это…» «Да!» – снова начала супруга. «Да! Это тарелки НЛО «Зеленые человечки!»» – с непонятной радостью в голосе произнес Борис. «И похоже, что они нас собираются захватывать!» Объекты, повисев пару минут, разделились, разойдясь в разные стороны. Одна пошла по левой границе поселка, другая по правой. А третья устремилась вперед прямо к одиноким пятиэтажкам. Люба взвизгнула, заметив, что НЛО идет прямо к их домам. А Борис побледнел. Весь его задор мигом испарился. Объект медленно приближался. Теперь в окно можно хорошо его рассмотреть. Стального цвета корпус. Сверху и снизу небольшие полусферы окутаны и легким туманом. В диаметре такая тарелка казалась около шести метров, а высотой метра два, может даже и больше. Борис вдруг отметил про себя, что не видит в округе никаких людей, что было странно для вечернего часа пик. Обычно в это время во дворе играли дети, где-то слышалась музыка, гуляли люди, да и на дорогах машин, спешащих по делам, было немало. Но сейчас двор опустел. Машины с дорог пропали и казалось, что весь поселок затаился от неведомой угрозы. Дискообразный объект медленно вплыл во двор трех домов и остановился над детским футбольным полем. Зависнув на мгновение в районе третьих этажей, тарелка выпустила опоры из нижней полусферы и начала мягко опускаться на грунт. После посадки странный туман до этого окутывающий тарелку начал рассеиваться, представляя взору незнакомый объект во всей красе. Борис и Люба тяжело дышали, уткнувши стекло, наблюдая за неизвестным кораблем. То, что это именно инопланетный корабль, сомнений не вызывало. Подобной техники на Земле в настоящее время не могло существовать. Борис вдруг заметил, что Люба тихо шевелит губами, словно читая молитву. Да и ему самому ужасно захотелось перекреститься, хотя по своей природе он не был набожным человеком. Окинув взглядом окна соседних домов, Борис заметил, что за кораблем наблюдают практически все жители. Борис даже разглядел встревоженные лица соседей, не знающих, что делать в такой ситуации. То ли прятаться, то ли звонить в полицию. Во дворе, как и прежде, было пустынно. Даже бродячие собаки, устроившие возле мусорных контейнеров свое лежбище, куда-то исчезли. А еще Борис отметил неприятную тишину, воцарившую в округе. Не слышно ни рева машин, ни музыки, ничего. Словно кто-то в уши засунул вату. Такая тишина ничего хорошего не предвещала. Вдруг в нижней полусфере корабля появилось отверстие, и на грунт футбольного поля опустился трап, по которому начали спускаться фигуры. Пять, шесть, девять, пятнадцать. На втором десятке Борис сбился со счету. Все фигуры худые и низкорослые, облачены в белые балахоны, скрывающие лица. Они разбились на пары и разошлись по всем подъездам многоэтажек. Супруги переглянулись. Они не знали, что делать в такой ситуации. Звонить в полицию, МЧС, президенту? А зачем? Пришельцы вроде не нападают, беспорядки не устраивают, ничьим жизням не угрожают, ведут себя пока вроде тихо-мирно. Ничего того, что выдумал Голливуд, не происходит. Да и сама ситуация выбивает из колеи. Поэтому супруги, взявшись за руки, продолжили наблюдать, как фигуры открывают двери подъездов и скрываются в темноте проемов. Неожиданно зазвонивший в абсолютной тишине дверной звонок испугал обоих. Борис и Люба посмотрели друг на друга, затем перевели взгляды на коридор прихожей, словно ожидая, что к ним в комнату через входную дверь проникнет некто, стоящий по ту сторону. «Не открывай», – тихим голосом с нотками паники произнесла Люба. «Это наверняка они». «Но ведь позвонили», – неуверенно произнес Борис. «Не выламываются, а просто позвонили». «Нехорошо заставлять гостей ждать». Борис сам не понимал, зачем идет открывать дверь, но что-то внутри него твердило, что так нужно сделать, и это будет правильно. Нехорошо заставлять их ждать. Подойдя к двери, он откинул цепочку и, набрав в грудь воздух, словно собирался нырнуть в океан, открыл дверь. За дверью оказались не зеленые человечки с миндалевидными глазами и не руконогие монстры, покрытые слизью, а две девчушки, лет девяти-десяти, одеты в белые балахоны, на купюшоны скинутые. Обе со светлыми волосами на голове, заплетенными в косички. Если бы Борис не видел, как они выходят из инопланетного корабля, то и не придал бы им значения. Такими они казались обычными, простыми школьницами, одевшими зачем-то белые балахоны. «Здравствуйте», – произнесла звонким голоском стоявшая справа. «Мы хотим сделать вам подарок!» Только сейчас Борис заметил, что вторая девочка протягивает ему небольшую коричневую коробочку. Борис инстинктивно прижал руки к груди, словно опасаясь этого неизвестного предмета. Но, бросив взгляд на стоящих перед ним девочек, улыбающихся и как будто светящихся в своих белых одеяниях в темном подъезде, внезапно успокоился и протянул руку. Вторая девочка все так же, улыбаясь, положила коробочку в ладонь и отступила назад. Борис опустил взгляд на предмет, держащий в своей руке. Коричневая коробочка примерно 15 на 10 сантиметров, высотой небольшой около 3 или 5 сантиметров. Все края скруглены, нет ни одного острого угла. И совершенно не понять, где верх и где низ, поскольку никаких рисунков или стыков на коробочке незаметно. «Что там?» – раздался сзади голос тихо подошедшей Любы. «Что внутри?» «Вы все поймете в свое время», – произнесла первая девочка, посмотрев на Любу светло-голубыми глазами. «А пока держите подарок возле любимого места отдыха и ничего не бойтесь, все будет хорошо». Девочки синхронно развернулись и стали спускаться вниз по лестнице. Борис все так и стоял в той же позе, держа в руке подарок от неизвестных пришельцев. «Кто вы?» – крикнула вдогонку уходящим девочкам. «Кто вы такие?» Та, которая с ним разговаривала, остановилась, опустив ногу на нижнюю ступеньку, повернула голову к Борису и произнесла. «Мы всего лишь ваше будущее воспоминание». Накинув на голову белый капюшон, она отвернулась и поспешила за своей спутницей. «Как вас понять?» – вновь крикнул он незнакомком. «Что значит будущее воспоминание?» Но ему никто так и не ответил. Неизвестный корабль улетел через 20 минут после приземления. Соединившись с двумя остальными, они устремились к таинственному облаку, успевшему скрыться за верхушками леса. Через некоторое время загадочные объекты растворились в вечереющем небе Сибири. Боря и Люба еще долго стояли у окна, глядя на закат. На душе у супругов было так спокойно и безмятежно, что не верилось в недавние события, не было ни тревоги, ни волнений, лишь одно умиротворение. И только небольшая коробочка, лежавшая на вязаной салфетке на комоде, молча напоминала, что все случившееся произошло на самом деле. Борис оторвал взгляд от окна и посмотрел на подарок незнакомых девочек. Коробочка лежала так же, как он ее положил. Это что получается? Тарелка прилетела только для того, чтобы им, Борису и Любе, две девчушки сделали подарок? И чего в нем такого необычного? Что он означает? И зачем его дарить именно таким способом, на глазах у тысяч людей? И при чем тут какие-то будущие воспоминания? Вопросов было море, ответов ни одного. Девочка сказала, что мы все поймем в свое время, и что все будет хорошо. Борис почему-то верил этой голубоглазой и светловолосой незнакомке с таинственного корабля. Она, кажется, чем-то была похожа на его первую школьную любовь. Как же ее звали? Зачем-то попытался вспомнить Борис. Оля вроде. Или Настя. Затем взгляд Бориса зацепился за старые семейные фотографии, расставленные по всему комоду. На одних были запечатлены Борис и Люба, в обнимку со своими детьми и внуками. На других были фотографии родителей, которых давно уже не было с ними. При мысли о родителях у Бориса защемило сердце. Их потери он переживал больше всего. «Люба, а помнишь, когда Леша был маленьким, мы поехали на озеро и заблудились на кукурузном поле?» Внезапно спросил он свою супругу, стоявшую рядом и глядевшую в окно. Люба удивленно посмотрела на мужа, но затем, вспомнив упомянутый Борис случай, улыбнулась. «Конечно, помню. Как такое можно забыть?» Борис почувствовал, что снова переживает те события так, словно они происходят здесь и сейчас. На верхней крышке коробочки светилась бледная, едва заметная полоска света, которую можно было принять за отблеск заходящего солнца. Реализатор воспоминаний заработал. С возвращением. Если вам понравилось это путешествие, оставьте свой отзыв в комментариях. А для погружения в следующий мир, просто нажмите на выбранную иконку на экране. И до встречи в следующих мирах. Субтитры создавал DimaTorzok